добрый день дорогие друзья начиная наш прямой эфир я предлагаю начать его с песни которую написали после прочтения книги анаста владимир гурский и дмитрий шаповалов барды из белоруссии огромные льды без надёга чем вызвали мы это все до конца непонятно идем береницей и вдаль убегает дорога и ясно одно что никто не вернется обратно замерзла листва и заявит цветы луговые пустую дома будто демон промчался над ними с надеждою глядя вперёд никто не предвидел твой ход такие стремления душе посылает лишь рот с надеждою глядя вперёд никто не предвидел твой ход такие стремления душе посылает лишь рот и дрогнут холодные ветры запутавшись в прядях волос бесстрашной маленькой девы и голос её побеждая мороз звучит сквозь река как мелодия величие жизни земной «Не сдавайся, Родина!» «Не сдавайся, Родина!» «Не сдавайся, Родина!» «Не сдавайся, Родина!» «Я с тобой!» «Лишь тысячи лет спустя мы услышим твой голос» «Устав от болезней, потерь и бессмысленных драк» «Люди от сна очнулся, на голос твой обернулся» «И сделаю в сторону Родины первый шаг» «Люди от сна очнулся, на голос твой обернулся» «И сделаю в сторону Родины первый шаг» «И дрогнут холодные ветры запутавшись в прядях волос» «Бесстрашной маленькой девы и голос её побеждая мороз» «Ах, звучит с возника, как мелодия» «Величие жизни земной» «Не сдавайся, Родина!» «Не сдавайся, Родина!» «Не сдавайся, Родина!» «Я с тобой!» «Не сдавайся, Родина!» «Не сдавайся, Родина!» «Не сдавайся, Родина!» «Я с тобой!» «Люция Гори» «Не сдавайся, Родина!» «Ах, chambers use by мероприц game» «Ах, behaviour yовchae, сeee» «Buy?» «Марик Growers», «Б vivir?» «О deceived by…» И гротнут холодные ветры, Запутавшись в прядях волос, Бесстрашной маленькой делой, И голос ее побеждая мороз, Звучит сквозь века, как мелодия, Величия жизни зимой, Не сдавайся, Родина, Не сдавайся, Родина, Не сдавайся, Родина, я с тобой. Не сдавайся, Родина, Не сдавайся, Родина, Не сдавайся, Родина, я с тобой. Хорошая песня, не правда ли? Вот, наверное, вы вспомнили эту маленькую девочку Анасту, которая в одиночку задержала ледник, надвигающийся на ее малую родину. Ну и так начнем. С ответы на вопросы. Больше всего, конечно, вопросов пришло. Так, Анастасия, что говорит о коронавирусе, где сейчас Анастасия, ну и так далее. То есть про Анастасию, ну вот тут, что она думает о коронавирусе. Знаете, вообще я вот про Анастасию очень много рассказал в книгах. Рассказанные нужно осмыслить, и прежде всего мне. Чтобы как-то двигаться дальше. Вот я и осмысливаю. Ну, например, такую фразу. Если вы помните, когда Дева рожала первого ребенка, Ну, они с Адамом думали, им прекрасен мир, все цветет, расцветает, здорово. Они влюблены друг в друга. И говорят, а что вот нам бы сделать нашему отцу, как его благодарить. И так у них родился ребенок. И Адам был восхищен. Он бежал и пел. Так родилась фраза. Нет ни в одной галактике струны, Которую лучше звук издать сумела бы, Который звук у песни человеческой души. И вот он подбежал к Еве и воскликнул, Когда увидел младенца Еву, он воскликнул, Ева, Ева моя, моя женщина, Ты способна притворять мечты? И она в ответ, Да, Адам, твоя женщина, Сотвори все, что сможешь помыслить ты. Все, что сможешь помыслить ты. Представляете, какая сила у человеческой мысли? И какая сила у них, Когда они вместе и в любви. Ну вот это я недавно так осмыслил. Ну вот что говорит Анастасия о коронавирусе. Я рассказывал, я просто сказал от себя, Но это она так считает, Что все, что сейчас происходит в мире, Это обстоятельства, которые складывают они. Вот она мечтала о будущем России, О будущем мира, Ну о будущем России прежде всего, И говорила о том, Какова будет Россия, И что они приняли ее мечту, И теперь они сделают обстоятельства, Такими обстоятельствами, Что они заставят сделать так, Что эта мечта осуществится. А кто такие они? Вот это энергии, которые находятся в нас, Которые вокруг нас, И которые заполняют всю Вселенную. Ну, это, я думаю, что большая сила. Где находится Анастасия, Где находятся дети, Я не буду говорить. Это очень личное, Хотя Анастасия, она, Если захочет, Она сама решит, Как ей поступать, Выйти, не выйти. Я единственное, что скажу, Я с ней могу общаться, И могу близко с ней общаться, Но дело в том, Что Анастасия, Она почти не изменилась, Она очень медленно стареет, Очень-очень медленно. Я, к сожалению, быстрее. И когда находишься рядом с ней, То становится стыдно, Потому что, Ясно, почему она медленнее стареет, Это потому, что она живет в нормальных условиях, Нормально питается, А мы в так называемом цивилизованном мире, Не совсем нормально питаемся, И не совсем владеем своими эмоциями, Часто они бывают отрицательные, Часто злимся. Она каким-то образом не злится, По-прежнему веселая, жизнерадостная, И еще она может говорить с юмором, На вопрос, какая разница, Почему ты не стареешь, А вот я старею, Можно сделать так, Чтобы и я был помоложе, Она говорит, Ну, это от тебя зависит. Но в любом человеке, Когда он живет, И, допустим, что-то неправильно сделал, В жизни, Ну, там, зрился, Или вообще какой-то поступок неправильный, Или чем-то болел из-за того, Что плохо питается, Ведет ненормальный образ жизни, Оно не сразу, А потом может выявляться, Потому что организм сначала борется, 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 Потом, если человек повторяет свои ошибки, Он устает, И вот там появляется морщинка, Потом еще какая-нибудь болячка. Ну, и она, Если вы помните, Говорила о питании, Что питаться нужно, Как дышать, И говорила о том, Что если летом, весной, Начинать кушать, Вот по мере созревания, То это и есть божественная диета. А человек как ел мясо, Так и ест мясо, Первое, второе, третье, То есть у него не меняется, Как бы вот, Его диета. А на самом деле, Чтобы быть, Чтобы хорошо себя чувствовать, Есть божественная диета, Она элементарная, Каждый ее может видеть, И аналогично, Нужно кушать, По мере созревания. А зимой, Что делать, Если особенно у нас ничего не созревает. Вот некоторые говорят, Ну вот, Мегре, Там вообще о супе начал говорить. Ну тут так с обидой пишут, Нам вот только про Анастасию. Так знаете, Все, что я говорю, Это и есть про Анастасию. Вот, Ну тот же супе, Да я его специально поставил сюда, Чтобы объяснить, Что это такое, И почему я начал о нем говорить. Вот, Ну если вы помните эту фразу, Когда Анастасия говорит, Что, Ну вот, Эти продукты, У которые ты покупаешь в магазине, Они ведь не для тебя росли, Они росли ради денег. И действительно это так. И фермеры, И какие-то совхозы раньше, Они же все это за, Ну, За прибылью гнались. Это раз. А теперь второе. Вот, Кто готовит эту пищу нам? Если мы пришли в ресторан, Если мы пришли там, В столовую, В кафе, Не важно. Готовит человек, Который пришел на работу. Часто на свою нелюбимую работу. И вот он готовит, Ему это может быть и вообще противно. А он готовит пищу. А мысль материальна. И самая лучшая пища, Это которую с любовью готовит мама. Часто люди помнят то, Что готовила мама почти всю жизнь. Пытаются повторить, Не всегда это получается. Но уже ясно, Что энергия человеческой мысли, Это величайшая энергия. И при приготовлении пищи, Это нужно учитывать. Итак, Продукт нужно учитывать, Чтобы это был нормальный продукт. И вот она говорит, Ну, Зачем тебе питаться? Есть же такие блюда, Можно их приготовить, И даже самому, Без особых затрат, И нормально питаться. И в качестве примера, Она привела и пыльцу, И тыкву. И вот родился такой рецепт. Вот смотрите, Берем тыкву, Ну, Так как, Желательно тыкву вырастить самому, Вот я и вырастил, Показывал в одном из своих, Ну, Показывал, Это есть в инстаграм. Вот она выросла, Хорошей, Красивой. Я правда взял, Очень хорошие семена, Восхнили. Это Академгородок по сельскому хозяйству, Который есть в Новосибирске, Привез. Ну, Теперь у меня этих семян много, Там у них было всего 4 пачечки, Они дали. Вот тыква, Она росла для меня, Я за ней немножко ухаживал. Вообще тыква такая культура, За которой, Ну, Не нужно особо ухаживать. Ее достаточно там 5-10 минут варить, И она становится мягкой, И можно совершенно спокойно кушать. Тыкву можно совместить с фасолью. Фасоль заменяет мясо, Кто там без мяса не может уж совсем. Тыкву можно сделать на рыбном бульоне. Ну, рыбу можно употреблять в пищу, Если там кто-то вот скажет, Да, это тоже мясо. Нет, рыба, Она, Она, Как бы, Она не просто умирает, Она просто засыпает, Когда ее Поймают. Ну, вот, Тыква, Рыба, Можно морковку добавлять, Можно не добавлять, Потому что тыква, Это самодостаточное. Я не буду говорить о ее полезных свойствах, Вы прочитаете в интернете. Она выводит токсины, Лечит сосуды, Ну, и так далее, И так далее. Там много чего. Вот, Такое очень простое блюдо. Я его как бы с удовольствием, С большим удовольствием, Ем уже вот на протяжении, Ну, месяца. Решил за себя взяться, Чтобы быть помоложе. Ну, туда можно добавить вот так вот укропа. Будет красиво. Ну, можно еще какой-то зелени. Ну, оно так красиво. Можно добавить перца. Кто хочет. Ну, это все так. По вкусу. Ну, вот такая фишка. Смотрите, Мы сделали суп из продукта, Который сами вырастили. Можно попробовать купить на рынке, Желательно у тех, Ну, желательно у бабушек. Они потому что выращивают для себя, А излишки продают. У меня выросло в этом году столько тык, Что я их, ну, порядка, может быть, 300 килограмм подарил. Но вот в этот суп Вот есть кедровое масло. А что такое кедровое масло? Что такое кедровый орех? Это продукт, который собран глубоко в тайге. Следовательно, там не было никаких нитратов. Потому что невозможно удобрить там сотни тысяч квадратных километров тайги. И теперь вопрос. То есть, вот все, идеальный продукт, который, как бы, там в тайге и чистый воздух, и нормальная почва. А теперь вопрос в том, чтобы сделать из этого ореха масло. Вот масло, я так думаю, что единственное в мире производство. Я, сейчас опять скажут, вот он хвалит своих детей. Ну, кого мне еще хвалить? И они достойны похвалы. Они сделали единственное в мире производство, которое находится в таежной деревне. Потому что, я уже говорил об этом, потому что даже на заводе медпрепаратов трудно получить, тяжело получить масло, которое не потеряет свои свойства. А как мы знаем, в масле вся таблица Менделеева. И поэтому им пришлось перевести производство. Они сначала начали делать на заводе медпрепаратов. Потом перевезли производство в тайгу. И вот в масле есть, ну, это тоже можете прочитать в интернете. Все сбалансировано для человека в идеальном, идеально сбалансировано для питания человека. Представляете, что сделала природа? Следовательно, ну, природа в ее понимании, в понимании Анастасии, это Бог. Если вы помните, как он говорил, как он творил, это из книги «Сотворение». И вот здесь можно добавить, ну, я так думаю, что, ну, я добавляю вот так вот, меньше ложки масла кедрового. И сразу меняется вкус. Никаким другим маслом ее заменить невозможно. Он становится такой пикантный, ароматный. Можно, ну, кто там, допустим, не хочет масла, хотя от кедрового масла не пополняешь. Можно добавить кедровую муку. Тоже на это уже производство делали. Так. От кедровой муки суп чуть-чуть светлее становится. Вот вы видите. Красивый получился, да? Красивый. Вот, смотрите, достаточно съесть одну тарелку этого супа, чтобы получить все необходимое, что требуется организму. И вы не захотите есть мясо потом. И вы не захотите, ну, быстро есть. А вот суп еще захотите. И я вот его с удовольствием ем, ну, почти месяц. Ну, вот такое. Ну, тут еще есть вот такой ингредиент. Вот, Сергей сделал. Три раза. Это эликсир кедра. Его производство такое. Много его не сделаешь, это производство. Но все это очень сильно помогает. Вот Света Ширяева, которая готовила этот суп, это секретарь фонда. Она говорит, что он ей помогает. Ну, она тут ездила в поселение. И они с утра уехали, поздно приехали, тяжелая дорога, да еще там что-то заехали на заправку. Ну, что-то переутомились, вероятно, и как-то она плохо себя почувствовала. А потом говорит, слушай, он помогает. А он действительно мне помогает тоже. Так я хочу, чтобы вы его попробовали сделать, ну, тот, у кого есть возможности, покушали какое-то время и сказали свое мнение. Потому что, вот, лечебным эффектом обладает кедровое масло. Лечебным эффектом обладает дыня, ой, тыква. Если у нас такой же эффект, ну, хорошо почувствует человек, который будет, ну, скажем, 10-100 человек почувствует, тогда мы обратимся в Минздрав и скажем, чтобы они провели официальное исследование. Как назвать этот суп? Ну, придумайте сами название. Вот такое. Почему на столе стоят еще яблоки? Они тоже не из магазина. А знаете, вот от этой яблони, ну, я многим рассказывал, о яблоне, которая растет у меня здесь, на участке. И я говорю, что это не мое поместье. Это поместье в другом месте. Это мой загородный дом, в котором я готовлю посадки для поместья. И вот от этой яблони родилась еще одна яблонька. И она как-то почти не плодоносила, а в этом году как, бабахнула. Год был не яблочный. И яблоки получились. И они растут, растут такие твердые и не очень вкусные. И они доросли до заморозков. Ну, и тогда, только тогда вот я их снял. И оказалось, что они вот лежат, не в каких-то там идеальных условиях, а просто лежат, и ничего с ними не происходит. Ну, плохого ничего не происходит. Ну, вот тут что-то такое. Ну, это у него и так почему-то на одном яблочке червячок. А еще такое впечатление, что они сами себя покрыли воском. Представляете, вот так, ну, держишь их в руках, и как будто там воск. Вот такое. Решил поделиться. Понимаете, вот я сам пытаюсь изучать то, что происходит после того, после высказывания Анастасии. Ну, и не только я, многие люди изучают. И я, ну, как бы, мы привыкли к тому, что сейчас происходит. Вот создаются родовые поместья и так далее, и так далее. И, ну, на самом деле, это какое-то, это колоссальнейшее явление, просто супер колоссальное, мирового масштаба. Ну, представьте себе, вот человек берет там, пишет книгу, ну, я привел ее словами, ее слова. И люди, вот, читатели, которые присылают отзывы, они говорят, вот там, где говорит Анастасия, там трогает все. Там какие-то вибрации это вызывает. Ну, когда я говорю, когда я говорю, этого не происходит. Ну, вот, что это такое? Человек взял, сказал там какие-то слова, и в мире стало происходить невероятное. И еще будет более невероятное. Мир меняется, несмотря на то, что там в Америке, как вы знаете, сейчас происходит, ну, не цветная революция. Ну, вот, происходят такие столкновения между друг с другом, двух партий. То есть, там тоже не идеально. В Украине, ну, и в России что-то такое происходит. Хотелось бы, чтобы лучшее происходило. Ну, вот, я сразу, тут такой вопрос был. Так. Где этот такой обидный вопрос? Владимир, как вас послушаешь, так только... А, вот, ну, конечно, я перескочил через два вопроса. Владимир Николаевич, вас, как послушаешь, так только и надо взять гектар, и все сразу наладится. Когда уже начнется тот прилив, который поднимет все лодки. Ну, это выражение одного из американских сенаторов, который говорил о Хамстед-акте на юбилее. И сказал, что этот акт, Хамстед-акт, это акт, согласно которого в Америке стали выдавать земли. И так родилась Америка. И он говорит, думали, что просто сельское хозяйство, а этот прилив поднял все лодки. Ну, и вот он говорит, который поднимет все лодки. Ну, понимаете, гектар земли, это не... За этим человек, который берет гектар земли, у него внутри что-то произошло, у него другая энергия. Он по-другому относится к мирозданию, он по-другому относится к земле, он по-другому относится к своему роду, он собирает свой род. Там много-много-много, это до конца нужно осознать, что это такое. Это, наверное, будут еще столетиями писать об этом философы. И это достойно научного исследования, что происходит, что с этими людьми. И еще тут такой вопрос. Вот вы, мол, говорите все время о пожилых людях, там им нечего делать, они пошли там на гектар земли и так далее, и так далее. Ну, и тут, что я очень много говорю о пожилых людях, а где молодежь? Да, молодежи есть, я о ней буду тоже говорить, но почему я много говорю о пожилых людях? И вот в Альманахе написал, получилось там, что одни пожилые люди. Вы, тоненький Альманах, прочитайте, там действительно получилось так, что это они, пожилые люди, в основном о них. Но, вы понимаете, эти люди, вот сейчас такое впечатление, что эти люди, они бессмертны. Они, у них не будет смерти в том понимании, в которое мы понимаем. Ну, вот вы представьте, 80-летнюю женщину, которая в одиночку, взяв гектар, создает родовое поместье. Что двигает ей? Она, у нее брали интервью, она не может до конца выразить словами, что произошло, но это в человеке такая энергия, что она способна пруд выкопать. То есть, она посадила уже сад. И вот, это не одна такая женщина. Их много. Я не могу докопаться, что это за женщины. И они внешне, да, они такие, но они чуть моложе выглядят своего возраста. Но, и в то же время, они какие-то необычные. Стоит с ними поговорить, это необычные люди. Это необычные женщины. Но я уже, вот посмотрите, альманах, я там написал о семье Жуковых. Ну, тоже люди не молодые, а на глазах у всех. У них ведь была любовь, они поженились, по-моему, тоже в 80 лет. Как вот это может быть? Казалось, все люди в этом возрасте сидят на лавочке у дома, или сидят в квартире там, смотрят телевизор, сидят на диване, или лежат в постели, или лежат в больнице. А здесь они создают поместье. Они, ну, как это? А мать шестерых детей. Я помню эту женщину. Она, когда она приехала, у нее было, по-моему, двое детей. И у нее не было денег. А сейчас эта прекрасная женщина, имеет шестерых детей, имеет мужа, она тогда, когда приехала, была не замужем. Имеет мужа, имеет свое поместье, ну, у нее пока еще небольшой домик, но он есть. И она красивая женщина. Вот что у них внутри? Кто им помогает? Ну, вот как о них не говорить? Я не просто говорю, я пытаюсь это исследовать, и не только я. Может, и вы расскажете о женщинах, которые есть в ваших поселениях. О их судьбе. О том, как у них получается. А вот еще, ну, это все я, я все говорю в основном о людях, которые живут в поселениях во Владимирской области. Я не знаю, там можно, нет, называть их имена, фамилии, потому что вот то, что я сейчас скажу с этой женщиной, я хотел, чтобы они сняли фильм. Это женщина-инвалид, колясочник. Это женщина-инвалид, которая взяла гектар, поросший уже лесом. По документам это числится, психозугодие. А на самом деле там растут давным-давно березы, и такие довольно мощные березы. И вот она взяла, ну, казалось бы, невероятно. Ну, как, ну, что она может сделать? Ну, муж ей купил гектар, у нее родилась такая идея, семья не разделяет ее взглядов. И она построила там побережье, построила дом, еще такой проект сама сделала. Ей удобно там передвигаться. Я думаю, она вообще-то встанет со своей коляски и пойдет. Ну, первоначально она жила в палатке. Вот какая в человека энергия, откуда она? Что это за вот эти звуки вселенские, о которых говорит Анастасия? Как? Она ведь ничего не скрывает. Она говорит, как она помечтала, что за силы помогают, что будет впереди. Вот такое. Ну, и все, что сейчас происходит, мне безумно интересно. Я поэтому и говорю о том, что происходит. Говорю об этих женщинах. Хочется им помочь. Хотя... Хотя это они могут помочь. Они могут поделиться вот этой энергией. Женщины. Как их назвать? Я утром... Такой сон приснился сегодня. Утром проснулся и думаю, что это такое? Я, ну, накануне посмотрел, вот такой был там картинку, как идут кореянки в Северной Корее. Высоко так ноги поднимают в военной форме. И такой сон приснился. Идут вот эти женщины наши из поселений. Ну, вот эти вот, которые одни строят поселения. Строят, высоко поднимают ноги. Я так удивился, думаю, ну, надо же такое присниться. А потом подумал. А они ведь действительно идут. Идут в будущее. Идут, чтобы облагородить землю. Они не могут умереть. Вот Анастасия говорит, что вообще человек, нормальный человек, он не умирает, он засыпает. И рождается вновь. Ну, сейчас попробую. Ну, меняется просто тело. Тело человека, это подвластно человеческой мысли. И, ну, вот допустим, я сейчас хочу положить, вот еще добавить суп укроп. Все, мысль такая появилась. Я беру рукой ложку и добавляю вот сюда укроп. Вот, добавил. Вот смотрите, я только захотел, мысль моя захотела. А рука взяла и добавила укроп. Представляете, какой колоссальный супер процесс происходил в организме. Какие должны были мышцы точно задвигаться там и так далее, и так далее. Ну, все подчиняется мозгу, так мы считаем. Все подчиняется мысли. Мозг говорит и есть, и двигает всем этим. И вот сейчас, какие-то силы появились, эти женщины эту энергию производят. А их мозг говорит, есть. И им помогают. Вот почему я говорю. Так вы уж простите меня, что я о них говорю, но разобраться нужно. Вообще, чтобы понять Анастасию, ну, есть такое выражение в Библии. Тут, кстати, есть вопрос, как вы относитесь к Библии. Хорошо отношусь? Вот, есть такое выражение. По плодам их, о них судите. Отличное выражение. Отличная мысль. Так вот, по плодам того, что сделано, сделано благодаря Анастасии, и нужно судить о том, кто она и что она делает. Так, тут только послушать. Ну, все вот думают, закон, вот гектар. Да нет, это философия. Это энергия. Это соединение со вселенской энергией. Гектар. Ну, можно же взять гектар и там завод на нем строить какой-нибудь. Но люди-то другое делают. И еще. Вот поселения, они же, это поселения нового типа, они отличаются от всего. Я, когда наведу себя, хочу преобразовать свой инстаграм и показать там фильмы с поселений. С дронов снятые. Они отличаются от всех. От поселений городского типа, от сельских поселений, от сел, от деревень, от хуторов. Они отличаются. И там взаимодействие людей. Это не значит, что они все охают, ахают. Они там и ссорятся бывает. И недовольные бывают друг другом. Ну, они уже живут больше десяти лет. Их платы, их труда видны. Так. 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 да вот идет ли работа над фильмом об анастасии хороший фильм вдохновил бы многих на создание родового поместья да конечно но я делал попытки но вероятно не пришло время почему-то нужно что-то такое еще должно произойти конечно если выйдет фильм это это будет еще одна вспышка если он хороший будет преобразование в положительном преобразовании россии владимир николыч когда будет проводиться слет и половина как они описаны в ваших мисках когда вы продолжите писать книги как она как анастасия в лесу сделала фирма кедровое масло вот я так эти вопросы объединю ну прослеты половинок это как бы это не от меня зависит это нужно чтобы организаторы были вот сейчас нужно сделать так чтобы в каждом поселении был секретарь фонда было отделение фонда и секретарь фонда на общественных началах потому что у фонда нет таких средств а ну чтобы оплачивать вот есть такие люди которые инициативные люди которые могут заниматься организацией вот марина копенкина она же организовала хорошую группу людей из поселений там по моему у нее мне говорили около 230 вот ее нужно пригласить стать войти в секретариат фонда пока на общественных началах и все вместе мы будем решать там и про орехи и осуществлять вот эту программу по высадке кедров в поселениях которые будут располагаться вокруг городов как вокруг населенных пунктов ну и другие очень активные люди которые могут хотят что-то делать я уже про это говорил директор фонда сейчас должен осуществить выработать какое-то положение утвердить его и в том числе проводить слеты вот этих половинок но надо и в интернете у нас же есть сайт знакомств надо там тоже его развивать надо там его тоже надо поддерживать ну вот кстати я немножко вернусь вот об этих женщинах вы можете зайти нас на инстаграм майя ладиловой он по моему называется майя ладилова на youtube канал на youtube канале на youtube канале но это не инстаграм youtube канал да ну вот моя ладилова она сейчас занимается создала серию фильмов посмотрите их так когда вы когда вы продолжите писать книги ну вот характер такой не могу ничего сделать уже столько написал разных статей и так далее и так далее но рвутся книги когда-то наступит период вот супа поем еще месяца два такого наступит время сяду уединюсь и буду писать книги очень хочется анастасия в лесу сделала эфирное кедровое масло как она нет она анастасия в лесу не делает эфирное кедровое масло там эфиры она-то живет среди кедров там эфиры и эфиров и так много кстати я предлагал ей построить там какой-то дом она не хочет а в ответ знаете что говорит ой я наверное ленивая убирать не люблю хотя она на поляне-то делает уборку и ну понятно что в доме нужно уборкой заниматься а вот лыковой ну тоже отшельница которая живет в тайге предприниматель я не знаю то ли дерибаска не помню кто ну тоже в интернете можете посмотреть построил новый дом еще там что-то такое сарарий по моему даже работника дал я анастасии тоже говорю а тебе вот не требуется работник ну если и вообще работников то может быть несколько я смотрю на нее и думаю что она этим хочет сказать а почему именно несколько она просто смеется потому что у нее животные вокруг они как домашние животные ей помогают ну те которые живут на полянке а вот есть еще вот ряд отшельников которые вроде как бедствуют показывают но это что-то другое кстати вот когда берут у них интервью почему-то в основном вопросы вокруг быта наверное мне повезло я сразу с ней спорил не про быт в основном а про другое все вот что-то такая фраза еще вспомнилась когда я ей говорил что ну вот я предприниматель я везу товары я захочу могу дать там кому-то товары бесплатные тебе могу дать а ты вот что можешь мне дать и она говорит тогда непонятное и ничего не значащее для меня дам каплю нежности небесной и дам покой ты будешь гений ясноуки я образ твой вот только сейчас стал доходить какая философия кроется в этой фразе а еще вот и говорил что эти женщины они бессмертны любимый мой вечность впереди у нас с тобой вступает жизнь всегда в свои права лучик солнышко лькнет весной в новое оденется душа ну и тело бренное не зря смиренно обнимется с землей свежие цветы и трава взойдут от наших тел весной ну и так далее тоже о вечности так сейчас еще следующий блок вопросов это вопросы вот из того что вы написали часть конечно вопросов это подготовила Юля с которой мы провели первый эфир скоро с ней еще попробуем так идет ли работа на филе достаточно вот такой вопрос так подскажите как заказать в фонде кедры ну вот пусть опубликуют телефон кедры и вы спросите у них телефон фонда телефон фонда 7 920 902 79 79 вот этот телефон фонда звоните они скажут я так всем здравия всем здравствуйте остались ли звенящие кедры ну звенящие кедры это вы сами можете вырастить так вы уже достаточно разбогатели чтобы поставить памятник офицерам знаете я думаю что анастасия поставила памятник офицерам или они они знак нарисованный полковником фсб звенящие кедры россии там ведь тоже огромная философия заложена заложена и его образ в его образе тоже огромная философия заложена вот там внизу есть картина и там тоже изображен полковник о нем есть несколько песен вот это памятник это более сильный памятник чем из гранита из мрамора и так далее и так далее потому что это памятник в душах людских если они рисуют картины если они пишут песни то вот это памятник так вот фамилии вот этого художника который кумар кумар ну да имя я знаю что его зовут кумар художника он здесь есть он тоже смотрит вас да ну вот приветствую тебя кумар если ты смотришь я ну несколько твоих картин висят у меня здесь в доме в загородном доме хорошие это работы но я не знаю можно или нет я немножко расскажу вот людям об этом парне вот вот смотрите он работает на стройке у него нет нет денег ну в смысле таких огромных сумм денег и даже он не может купить достойные холсты кисти дорогущие и поэтому он берет на стройке остатки арголита как-то грунтует их и пишет на них на них картины картины которые достойны очень дорогих холстов я помогу тебе кумар помочь холсты купить и краски и я недавно увидел по-моему у тебя в инстаграм я смотрел и увидел какие ты картины еще написал там большое количество картин посмотрите их пожалуйста и кто хочет заказывайте у него эти картины фамилия Альжанов Кумар Альжанов ну Альжанов Кумар Альжанов да я вот помню что Кумар посмотрите у него и купите эти картины вот эта картина Кумар у тебя где на лошади ведрус скачет с двумя мечами сильная картина я сразу вспомнил из книги слова на траве лежал ведрус не стонал из груди ручьей крови стекал и не плакала сосна деревянная лишь текла по ней смола очень странная но вот и посмотрите так тут группами или вопросы написала много групп Владимир Николаевич как вы относитесь к нашему президенту это очень важно потому что его власть в последнее время принимает очень непопулярные решения знаете вот что я хочу сказать о нашем президенте о наших депутатах о нашей власти ну в данном случае спрашивают о президенте я скажу о президенте ну решения принимаются там непопулярные но вот президент верховных главных ну президент страны как бы управляющий вот у него нет мотивации сделать стране плохо он хочет чтобы страна была богатой он хочет чтобы люди были им довольны ну и так далее и так далее то есть есть какие-то силы которые делают хотят сделать стране плохо ну чтобы завоевать ее там или чтобы выкачивать что-то и так далее в данном случае у именно у президента нет мотивации сделать стране плохо но получается что то так вот не так ну так надо говорить с ним вот надо объяснить вступить в диалог и объяснить что в России родилась национальная идея это не просто слова она родилась и показывает себя на практике она уже дает всходящие ростки только нужно поддержать ее не не будут ее поддерживать она все равно вырастет уже все уже энергии взялись за то чтобы она выросла и изменила мир к лучшему страну в первую очередь страну к лучшему но вот как то надо так объяснить и объяснить как вот и объяснить как обратиться к народу нет недостаточно одного закона о родовых поместьях здесь нужно нужны искренние тексты вот помните как анастасия говорила как нужно писать книгу что ничего не скрывать ни плохого ни хорошего ну то есть быть искренним но из-за того что я не умею писать книги я другого то не знал как что там придумать и поэтому я стал писать вот то что происходило со мной и я не потому что боялся этого анастасии или верил сильно анастасии просто так получалось что да я написал что гулял с женщинами что торговал на теплоходе что ходил этот на теплоходе в ресторан каждый вечер ходил вот уж неправильный образ жизни был будь здоров ну и президенту нужно так обратиться к стране это всколыхнет нацию это поможет людям не только тем которые строят родовые поместья ведь читатели это ну строят родовые поместья может быть десятки тысяч человек их трудно посчитать потому что многие из них не афишируют себя но это делают в том числе и депутаты государственной думы обратиться так чтобы за этим пойдут миллионы людей преобразится страна и экономика начнет сама по себе начнет экономика возрождаться экология начнет возрождаться прилив поднимает все лодки об этом уже говорят ученые исследователи которые исследуют это явление но вот хороший он закон дальневосточный ну дальневосточный а дальневосточном гектаре но глупо ехать сейчас на дальний восток когда вокруг москвы пустуют земли и зарастают бурьянов владимир владимирович пусть ваши люди из администрации президента передадут вам что с вами хочет встретиться рабочая группа создателей родовых поместья мы сейчас создаем такую группу и попытаться вступить в диалог если вам это удастся то вы знаете ваша администрация вся вылечится в основном люди болеют я имею ввиду правителей начальников от того когда на них направляется негативная энергия вот если недовольных в государстве много а они же никто же себя не будет считать там что он неправильно поступает виноват всегда виновата всегда будет власть четко и ясно поэтому темная энергия направляется и в итоге никакие лекарства уже ничего не помогут и наоборот все будет выровнено если от людей будет исходить светлая энергия в адрес всей вашей администрации вот я обращаюсь ну я не знаю к кому обращаюсь только администрации давайте организуем встречу с Владимиром Владимировичем Путиным потому что в России родилось колоссальное движение которое интересует людей во всем мире Владимир Владимирович я вот вам сейчас хочу сказать что люди из разных стран поддерживают эту идею и приглашают в гости вступает в силу народная дипломатия я могу вам сейчас а сколько времени у нас осталось 62 минуты да время мало осталось так ну просто если найти я сейчас вот найду так 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 народно что вот смотрите Владимир Владимирович есть у нас такие страны из Прибалтики ну как бы сейчас считается что они нам не дружественные да дружить мы с ними будем целыми странами пока вот что происходит вот это уважаемый господин Мегре мы пишем вам господин Владимир Мегре с предложением приехать вновь в Эстонию и выступить перед нашим народом нам бы очень хотелось узнать о философии анастасии о идеологии родовых поместий и больше всего желаем услышать истории и увидеть фотографии родовых поместий которые когда-то были лишь мечтой а теперь притворены в жизнь притворяются в жизнь как в России так и во всем мире мы бы очень хотели услышать больше истории людей которые используют философию анастасии для того чтобы зажечь в остальных смелость мечтать и осуществлять все идеи возникающие при чтении книг у нас здесь в Эстонии подняло головы много смелых и инициативных людей которые действительно желают развивать идеологи родовых поместий в данный момент мы собираем общину из тех кто хочет внести свой вклад в то чтобы философия которая которая поделился Анастасия и создание родовых поместий были донесены до сердец множество людей что касается меня то я решила своей деятельностью быть тому примером начала читать книги в марте этого года и на данный момент прочла все что изданы они нашли глубокий ну я создала специальную страницу в виде блога где буду отображать деятельность в нашем родовом поместье но они там тоже строят родовые поместья ну так вот мы уже выезжали в Эстонию и там они в доме дружбы это такой большой дом культуры дворец построенный при советской власти зал похож на зал большого театра он был полностью заполнен были очень теплые встречи я размещу этот фильм на у себя в инстаграм так и вот ну я не буду поэтому господин Владимир Мегре мы ждем вас в один из прекрасный летний день когда все все вокруг цветет и живет в Эстонии мы в Эстонии мы желаем знать время когда вам подошло к нам приехать и готовы ли вы с вами приехать ваша дочь и некоторые более активные жители родовых поместья из России чтобы поделиться с нами прекрасными поучительными прекрасными поучительными истории ждем вашего ответа с любовью Эннели Круссела и такие предложения такие предложения есть из разных стран то есть другими словами вот жители Эстонии приглашают нас потому что они считают что Россия в авангарде нового идет и новое это они видят именно в зарождающихся родовых поместьях ну и нужен секретариат вот они просят чтобы приехали люди из родовых поместьй значит нужно как-то отобрать этих надо это наверное делать владимир владимирович ну как бы совместно с министерством иностранных дел мы же не хотим это делать как-то так ага владимир владимирович я вам еще вот что хочу сказать мы фонд не фонд а в основном внучка моя Нина узнала что во франкфурте на майне происходит ярмарка книжная ярмарка это самая большая ярмарка в мире тем более юбилейные а там ежегодно не проводят но это была юбилейная и она говорит вот туда уже делегация сформирована но вот мы решили давайте вот мы съездим я возьму еще там девочку с собой и может быть читатели помогут и мы там сделаем свой стенд и ну там все дорого конечно и они туда поехали им помог Дима Еромов это читатель активный который помогает фонду и они там сделали стенд то ли два на два метра да два на два наверное метра такой маленький ну там кабинки а делегации от государств государственные делегации делали большие стенды ну у нашего у нашего российский стенд был очень большой Владимир Владимирович вы вот посмотрите пожалуйста фотографии из встреч на этой яморке сколько пришло людей на государственный стенд и сколько пришло людей на эти два квадратных метра конечно там на двух квадратных метров ну есть такие фотографии на этих двух квадратных метров никто не вместился там соседние приходилось выделять площадку приходилось там уже стали помогать из соседних стендов там освобождать место чтобы люди могли ну примерно раз сто наверное больше но понимаете я не то что я хвастаюсь потому что я считаю что это не не очень большая моя заслуга в написании книг это что-то другое за державу обидно понимаете когда ходят мимо и никто не подходит да еще и провокации там устроили ну делегации с Украины что-то такое стали говорить ну вы посмотрите на фотографию вот попробовали да они устроить провокацию когда собрались читатели звенящих кедром России ну короче говоря посмотрите там ситуацию по-моему Мария Ладилова писала об этой ситуации и обращалась в министерство культуры и говорит вы что позоритесь или куда она обращалась не знаю но это действительно был но было не очень хорошо ситуация не очень хорошая и конечно лучше бы было если бы я выступал на нашем родном стенде там больше людей вместилось ну вот такое но понимаете вот еще если говорить о президенте ну как это он так нет еще закона нет еще там вот нет достаточной поддержки а надо бы чтобы была поддержка вот Майя Ладилова сделала очень хорошую инициативу она в период предвыборной кампании президента обратилась к к кандидатам ну от оппозиции и к Ксении Сорчак и к другим кандидатам и об этом снят фильм колоссальный колоссальный фильм а они не знают о том что в России есть такое движение так вот как это так есть оппозиция а где у них планы развития России вы обратите внимание что а у нас то нет планов развития России какие ну можно сказать да как у нас министерство экономического развития у нас это настоящий план настоящая идея она должна быть не на бумаге а в сердце каждого человека и представьте себе что если миллионы сотни миллионов российских людей встрепенутся с желанием творить что-то делать и начнут делать так земля преобразится в России все преобразится сразу люди из-за рубежа будут мечтать приехать в Россию не в Англию Америку или еще куда-то а именно в Россию потому что ах вот она здесь идея здесь люди так живут здесь они совместно с властью а представляете какая энергия начнется в России если каждый человек не надо даже каждый пусть там 10 миллионов что произойдет то это изменения произойдут не через там 15 20 лет они произойдут через несколько часов после того как вы выступите но вот речь нужно написать совместно с рабочей группой и может быть прочитать ее совместно с рабочей группой а может быть все это сделать Советом Безопасности Советом Безопасности России потому что ну в общем вот так я еще что-то хотел сказать но давайте я ну старался чтобы не больше часа давайте песню но подожди я сейчас знаете вот эта вот песня которую мы начинали я уже несколько раз ее прослушал раньше почему-то не слышал несколько раз ее прослушал вот она сильная песня по смыслу сильные песни когда уходит род оставляет свою родину и уходит и одна девочка я потом еще перечитал я услышал эту песню стал перечитывать и там вот два брата темные и светлые ох сильные монологи ну давайте послушаем спрашивает когда будет следующий эфир ага когда будет следующий эфир знаете объявим когда будет следующий эфир но я думаю что вы вот да вы напишите когда вам удобнее раз обращайтесь к этим вопросам по причине пишите иконы это мой путь к богу это что там увязалось тут холодные лет выключи пока угу значит вот на юлин телефон это вообще на какую на 800 или нет лучше звонить юли это не юлин это полина угу угу ну вот кто тоже писал ей эти вопросы юли они написали а вот здесь они писали да она отсюда брала отсюда брала ну в комментариях пусть пишут а сегодня нету а в комментариях тогда пишите да а там сколько угодно комментариев может быть да знаете что в комментариях пишите и темы сами задавайте а я тему я одну себе тему возьму а вы а вы ну свои темы отберем там чтобы теме три-четыре и будем давать анонс когда будет следующее так ну а сейчас и вы владимир владимирович прослушайте эту песню так чем вызвали мы это давай сначала все сначала начинай ну подожди сначала я сейчас включу у тебя не сначала у меня сначала ну давай включай вы включите свое я включил он ищет это у тебя что-то не включило почему ну не знаю вы не отключаете свое так я не отключаю вот он ищет ты включи звук да правильно звук у меня отключил всё смылаешь да все переставел все тебе облезли за тупень да ну тут-то не работали чем вызвали мы это отключился блютоз А вы не отключайте, чтобы он вас... Да я не отключаю, у меня включён, он его ищет, ищет. Сейчас подключаюсь к вам. Вот подключение активное. Всё, включаем? Так включай, да, только сначала. Вот, всё, слушаем песню. Холодные ветры, огромные льды без надёга. Чем вызвали мы это всё, до конца непонятно. Идём береницей, и вдаль убегает дорога. И ясно одно, что никто не вернётся обратно. Замёрзло листва, и заявит цветы луговые. В пустую дома, будто деван промчался над ними. С надеждою, глядя вперёд. С надеждою, глядя вперёд. Никто не предвидел твой ход. Такие стремления в душе послывает лишь рот. И дрогнут холодные ветры, Запутавшись в прядях волос. Бесстрашной маленькой девы, И голос её побеждая мороз. Звучит сквозь века, как мелодия. Величие жизни земной. Не сдавайся, Родина. Не сдавайся, Родина. Не сдавайся, Родина. Я с тобой. Не сдавайся, Родина. Не сдавайся, Родина. Не сдавайся, Родина, я с тобой. Лишь тысячи лет спустя мы услышим твой голос. Устав от болезней потерь и бессмысленных драк. Люди от сна очнутся, на голос твой обернутся. И сделаю в сторону Родины худший шаг. Люди от сна очнутся, на голос твой обернутся. И сделаю в сторону Родины первый шаг. И дрогнут холодные ветры, запутавшись в прянях волос. Бесстрашной маленькой девы и голос ее побеждая мороз. Звучит музыка, как мелодия величия жизни земной. Не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, я с тобой. Не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, я с тобой. Родина, не сдавайся, Родина, я с тобой. Родина, не сдавайся, Родина, я с тобой. Родина, не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, я с тобой. Не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, я с тобой. До свидания, до скорых встреч. Я думаю, что в следующий выходной. Если раньше, то пусть будет раньше. Спасибо всем, кто был с нами. Удачи вам. Сегодня погода отличная. Надо 83 минуты. Зарядка заканчивается, 10% осталось. Все-таки ограничения есть в эфире. 83 минуты. Тихо, тихо, тихо.